Сигалова 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 этому достойному разговору с жизнью есть основания, есть какая-то основа, база. Меня не надо пристраивать. Я уже к тому времени, когда стала женой режиссера, как бы у меня было все в порядке. И за время, пока Рома руководит театром, я всего сделала два спектакля. В общем, это очень мало. Я не могу сказать, что я поселилась в этом театре, потому что на моем веку я встречала огромное количество жен художественных руководителей. Я делаю все, чтобы не соответствовать этому чудному имиджу. Я в театре появляюсь минимально. Если там появляюсь, то я бочком-бочком вхожу и бочком-бочком выхожу. Я очень не хочу, чтобы меня называли женой художественных руководителей. И себя так не позиционирую. И если, не дай бог, нам приходит приглашение куда-то, и написано «Козак с супругой», чаще всего я не иду. А если написано «Сигалова с супругом», Рома не пойдет никогда. Мы в разных концах. Мишуня в школе, потом идет на теннис, потом идет на языки. Ромочка уходит с утра, в одну сторону едет, я с утра ухожу, в другую сторону еду. Хорошо, если мы встретимся вечером. А то бывает так, что я уже сплю, а Ромы еще нет. Или наоборот. Или я уже ухожу утром из дома, а он еще спит. Или наоборот. Вот иногда бывает, что несколько дней не встречаемся. По телефону общаемся. И когда вдруг мы встречаемся, допустим, на чайке, на церемонию вручения, все удивляются, что мы все время разговариваем дружка с дружкой. Очень темпераментно, азартно. Мы разговариваем. Вы что, не видитесь? Мы действительно не видимся. И потом за целый день так много накапливается того, что хочется рассказать, поделиться. А если еще мы не видимся неделю, а если еще больше, то, конечно, мы так рады встрече и так рады возможности пообщаться дружка с дружкой. И в этом прелесть наши ячейки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин